но интервью что еще раз так ну такого в чем вот обеспечение поваром было повар отправил свое сообщение что будем звонить вообще не получас сейчас алина это зай возьми трубку сейчас мы будем в течение часа тебе звонить чё не поздоровался но финала да нет расстрелялся еще какой но ужасно но я так-то сильно там на передке не был вообще вот и могут я да я вот в клещеевку же поехал это продовольствие вести у нас как получается на квадоцикл дали сказали отвезти его в бахмут там должны были контакты рассказ ну да и все съездили хорошо съездили хорошо что же остался дальше у нас тогда другая . ноль должна была быть но у нас сказали то дальше провозить нам еще сказали там все улицы наши кроме церкви типа подъедете к бэхе выложитесь и назад уедете уехали микрофон есть готов почему когда говорит все надо ну да зачем ну чтоб увидели что я в плену а сейчас по-любому скажу что без вести попала либо вообще 500 наши лучше без вести пропал или 500 или в плену лучше в плену так надежда домой попасть будет хочешь домой конечно зачем дальше жить работать не те же не отпустят думаю буду что-то думаю за ну как они отпустят я уже все и ты не все ручки ножки есть как это все видишь может быть это закончится все вот именно мир могут или я не знаю как ты такой мир может быть отпускаю там путин войска выведет свои ты живу войска куле войска я вообще будет работяга вруча говорили бы тебя я вообще работяга киева войска с автоматом бегом ну с автоматом попался ночи войска я вообще без него ни разу не стрелял нас как в омск повезли сажу жину распределение давай по порядку на разбитый samsung представься город рождение город рождение такой где родился ну у нас тут вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы да не страшно только что заявил так громко иран войска суевые виде боятся не боишься путина уже бояться нечего давай ему позвоним чего шейгу а чё ты боишься смыслом всего этим позвоним тёмовка ну я ему нечего говорить ни одному ни второму ты спросишь например что я делаю в плену скажет попал в плену ты делаешь сидишь нет он тебе скажет что ты себя не взорвал а ты что скажешь скажу жить хочу это твоя личная проблема что ты жить хочешь он так не считает ни один ни второй будем звонить они тупо все боятся короче в этом глобальное отличие видел-то царя своего хоть раз в живую не голосовал за ним я за голосование не ходил а кто у вас голосовал я вот честно за кого голосует ну вот допустим как я сколько живут мне 29 лет я не ходил на голосование не голосовал а кто его туда выбирает у всех пленных спрашивают ни один не сказал что голосовал я вот насколько я знаю я вот не раз не ходил насколько я знаю я ни разу не в плане того что он твой царь и решил повоевать я как то об этом не задумывался охренеть чувак ты в плену находишься и ты не задумывался о том что происходит нет ну сейчас я маленько задумываешь что блин насколько на вот столько или ну нет но сейчас я на нормально задумываюсь как немного на вот там на большой задумываю что... вот так вот задумываешься? Да, что, блин, вот. А это много или мало? Это очень много. Не, ну, вообще, нормально я задумывался. А сколько ты должен в плену просидеть лет, чтобы вообще задуматься? Да мне этого уже хватает, что я уже сильно задумался. Просто, блин. И что ты задумался? Чтобы обмена он не хочет нас вообще менять. Нет. Вот я об этом задумался, что мы нафига ему не нужны. Не нужны сто процентов. А я думал, что он не хочет обмена делать. Ну, чтобы, наверное, мы туда поехали, когда, в Россию, и не рассказали, что здесь творится. А что тут творится? Не, ну что, допустим, у нас, вот, когда вот я даже был в части, нам говорили, вот, если попадешь в плен, ну, все, короче. Либо взрывай себя, ну, либо тебя яйца отрежут, пену в жопу залю. Ну, я пальцами это. Не, я смотрю, яйца отрезали или нет. Не. Показывай. Да, наверное, это не. И, ну, что... Пену хоть засунули? Да нет, тут нормально. И корно. Чего чувак пришел? Не пытают. Говорит, можно банку сгущенку за палец? Отрежьте мне палец, есть хочу сгущенку. Это здесь? Да. Я не знаю. Голодаю, типа, не ем. Не знаю. Нормально все. Сумасшедший. И как нам сказали, что будут пытать, не пытают, ничего. Это недоработка. Да. Да, я не знаю. Ну, так получается, что если тебя забрать, то ты правду расскажешь неудобно. Ну, а что, ну, как оно есть, так я скажу. Нет. Да. Ты скажешь так, как тебе скажут. Не, не, а почему? А кому там... Тебе скажут сказать, что в плену пытают. И ты скажешь, что в плену пытают. Спорим? А я потом возьму это видео, возьму то видео после обмена, где ты скажешь. И ты скажешь это. Что пытают? Да. Ну, я, наверное, скажу, что не пытают. Докажи. Ну, я скажу, как оно есть, скажу, а что мне обманывать? Я скажу, скажу, я там был, я знаю, что, как здесь. Тебе скажут, или говоришь так, или сядешь в тюрьму. Да нет, там не должен посадить, мне кажется. Надеюсь. Смотрю, ты напрягся. Ну, да, я сейчас начинаю задумываться, блин. И маленько страшно туда ехать. Не, ну, смотри, без иллюзий. Домой тебя не отпустят. Раз. Ты пойдешь воевать второй раз. Два. Зачем им тебя отпускать, если ты год получал зарплату, 2 миллиона, выплатили. Ты готовый солдат. Ручки, ножки есть. Да, я думаю, у меня как мобилизированных отпустят, мне казалось. Не. Ну, уже какой, я уже год здесь. Паша, что рассказывал? Которого поменяли. После обмена они все вначале в ФСБ под Москвой протусовались. А я, кстати, не видел, говорили, что его назад попали. Я не видел. А ты не застал, тут был чувак, который второй раз в плен попал. Ну, мне говорили, что второй раз, да, попали они. Но он же, по-моему, ГБЗ или это кто? Нет, это мобик. Его поменяли 15 февраля, а в мае месяц он опять попал в плен второй раз. Он первый раз попал в плен в том году, в декабре или в ноябре. Его потом в феврале поменяли. Блин. Блин. Так плохо тоже. Не, чувак, у тебя вариантов немного. Второй раз выживешь? Не хотелось бы второй раз попадать. Ну, ты первый раз, типа, наверное, не сильно хотел. Ну, я тоже не было желания. Но если бы поваром так же, как обычно, просто никуда не выезжать. Ну, все хотят быть поваром в тылу где-то, он ничего не делает. Балдеешь себе, день прошел, 6 тысяч рублей капнуло. Сидишь себе, уже считаешь, там, машину. Какую машину купил? Там, мне прав нет, я ничего не беспокоился еще. В отпуске жгу? Я нет. Нет? Куда деньги делал? Каплю на квартиру. Какая мог кровавые деньги? Да, я еще не пользуюсь еще. Не, я не про это спросил. Дети есть? Да. Сколько? Двое, ну, от жены, ну, я с женой сошелся, у нее двое детей. Угу. Ну. Все. Вот я и хочу. Не, мне, в принципе, и моя жизнь устраивала. Я нормально, я сварщик, нормально зарабатывал, все, не знаю, не это. Просто повестка пошла вот так. Я вообще думал, что нас, меня не возьмут в армию. Что? Не в армию, а, ну, комиссию будет проходить. А что у тебя не так? Ну. У меня спина, зашемление позвоночника. Ну, это вообще не повод. Может быть, я психолога бы даже не пошел. Ты видел чувака без пальцев? Да, видел я. В плену сидит. Как думаешь, он годен? Да нет, конечно. А чувак, который говорит за банку сгущенки, отрежьте мне палец или руку из-за сигареты. Как у него с головой, нормально? Нет. Ты говоришь, психолог, ты хотя бы говоришь, там, связывай. Нет, изначально же, когда пошло же вот это все, я думал, уже как-то они должны выбирать, ну, как, отбор быть. Кто там, допустим. Так ты нормальный чувак, а ну, что бы отбирать? Да, все равно я, вот, допустим, в ЖД служил, я, допустим, не готов к таким военным действиям. Я должен быть в запасе. А, тут-то хопа, давай, иди служим. Иди воюй. И шо, пошел. Пошел. Кем жена работает? В магазине, продавцом. Дети кто, мальчики, девочки? Две девочки. Две девочки? Да. Чувак, у которого шесть детей, прикольно? Ну да, у него вообще что-то много детей, да. А, ну, это же контактник, я так понял. Да. Ну, он сам, контакт, он заключал к саму. Не, не сам. Ну, мы пришли и сказали, или подписываешь контракт, или заберем детей. А, у него понедлительный, он что-то говорил, да. Ну, это тоже как-то не это. Ну, может, у него все, но вариант было что-то придумать, мне кажется. И у тебя был вариант что-то придумать, что не придумал? Да, я вообще неожиданно, ну как, когда пошла повестка, нас хопа, что, на следующий день увезли, 28 числа нас уже увезли в Омск. Сказали, в Омске сейчас вы маленько поучитесь, там, потренируетесь, там, обучение пойдете, ну и, глядишь, может, закончится. Ну, вы все начнете. Что закончится? Ну, типа, что, либо мировая, ну, что все будет спокойно. Кто это говорил? Ну, это там у нас в Омске, там, Компат даже говорил. Что он говорил? Подробно очень. Ну, что, типа, это вы повоюете, ну, немножко, ну, не повоюете, а обучение пока будете проходить, типа, что, как мобилизированные, типа, вас больше полгода держать никто не будет. Ну, и все, мы вот в Омске были месяца три, плюс-минус, да, после Нового года, по-моему, мы первого, да, после Нового года. В Беларуси потом были. Да, в Беларусь поехали. В Беларуси тоже это, обучение, ну, там пацаны ходили на обучение, я чисто на кухне был, еще поваром. Тебя поваром определили? Да. И что, как обеспечение? Ну, как, нормально. Ну, что, у нас тушенка, рис, ну, вот это все готовили на полевых кухнях. И все. Потом, получается, с Беларуси мы, так, где-то 1 марта, да, 1 марта заехали в Украину. Понравилось? Там, мы в этом ехали, в КамАЗах, сначала ничего не понятно было, потом нас, когда завезли, базу уже определили, где мы будем находиться. Все так нормально было, там находились постоянно все это время. Ну, у нас приезжали там, допустим, машины, мы им сухпайки давали, начали готовить на полевых кухнях также. Но мы одну кухню разжигали, готовили, и у нас водителя увозили на позиции. Там на посадки, там еще у нас, у нас же много заехало. Сколько? Блин, сколько точно, не скажу, ну. Ну как, ты же готовил еду, ты же знал, а сколько артов? Ну вот я, допустим, готовил, ну, на человек 150. Так, на плюс не, не знаю, находит кухня. Потери были в батальоне? Потом, да, были, потом, когда первое заехали, это, заезжали, получается, 9 мая в Бахмут заезжали, когда, там еще когда в Вагнере сидели в Бахмуте, вот. Вот когда еще в Вагнере были в Бахмуте, еще ничего, мы еще как бы это, туда возили подовольствием нормально, а вот когда в Вагнере уехали, у нас потери пошли. Много? Ну, порядком, много, это, трехсоток было. Ну сколько? Ну, в день по шесть, допустим, человек по пять, по три. Это в батальоне? Да, в нашем, это 13 на 7. А сколько всего в батальоне человек был? То, я не знаю, чтоб не помню. Ну, вы рота обеспечения. Да. Вы должны кормить всех. Нет, мы обеспечиваем, это, второе, это, родообеспечение, нашего второго. Второго батальона? Мы вот, а у нас там их было в батальоне, по-моему, две или три роты или четыре роты у нас. Вот мы кого обеспечивали. Связисты были. Ну, человек, нет, больше 200, человек 300 у нас, это. Логично, потому что это батальон. Ну, вот мы обеспечивали. И вот, получается, там потери пошли. Потом нас оттуда начали выводить, наших пацанов. Сказали, что выведут, дадут отпуска, всё вот это, ну, всё красиво сделают это. Отдохнёте, там другие будут заезжать. Всё, нас вывели оттуда. Неделя прошла. Даже, по-моему, я... Ну, сказали, подольше мы отдохнём. Ну, и получается, ну, плюс-минус, да, неделя прошла. И нас отправили на этот... Сейчас скажу, как она ещё это... Клещей? Нет. На Матроскину. Угу. Туда. Вот там, да, там нормальные потери пошли. Сколько? Ну, вот я вот по контактникам знаю, что 92 контактника заходило. Оттуда вышло только пять. Это даже неделя не пошла. Мы относимся к третьему батальону части 1307 6-й дивизии, да? Да. Ну, ты какой батальон? 1307. Сменили нам командира батальона, он местный, он родился в Украине. Была у вас смена? У нас был начало этот... Ростов. Ростов, да. Да, потом нам другого дали комбата. Командова под Кременной, потеряли они там целый батальон, вообще целый полк. Расскажи про это. Это Ростов, который... Ну, я сильно-то не знаю за него вот так вот, но я вот только что-то слышал, что да, у него это он весь полк потерял где-то там, что мы у них, у него уже не первые получается. И слышал, ну, я вот так вот, когда к нам приезжали, продовольствие там мы выдавали же. И вот так вот, там кто говорит, вот так вот, типа, что он сказал, сколько надо, сколько я людей положу здесь. Он говорит, вы у нас не первый, не последний. Говорит, надо, я поеду себе, наберу людей. Вот такое я слышал, что, типа, наши пизды еще нарожают. Вот это я слышал тоже от пацанов. Кто-то там говорил, что, ну, что мы чисто как мясо идем. Да, это называется мясной полк. Да. Говорили так? Да, нам сказали, что ваш, типа, этот войдет в 1307 в историю. Да. И потом нам уже, уже вот, когда второй раз нас отправили, вот, меня отправили в Бахмут с квадоциклом, что нам пришлось потом на этот ехать, Клещевку. И потом нам уже сказали, что, типа, не думайте, что вы домой даже попадете, что, ну, не отпускалось, не будет ничего, короче, что уже все. Что люди между собой говорили, солдат? Все возмущались, контактники тоже там возмущались. Вот, отправляют, там ни гранат, ни того, ни патронов. Вот, пацаны, получается, неделю сидели без воды, без сухпайков. Вот мы поехали же их кормить. Ну, получается, мы когда поехали на квадоцикле, должны были контактники ехать. Ну, и что-то с ними как-то не это, или, я так и не понял, не нашли их, или что, вот я со своим водителем. Нам сказали, вы раз съездите, там, типа, пацаны уже неделю без воды сидят, без еды, и это, вы едете. Мы поехали, получается, в августе, да, ну вот это, поехали 24-го числа, мы поехали первый раз туда, на Клещеевку, и около моста нас развернули, сказали, мост заминирован. Мы назад приехали. А я помню, мы еще грузились сухпайками, это я точно помню, водой и тушенкой. Потом, хоп, мы когда приехали, там уже к обеду нам, получается, тушенку убрали, вместо тушенки положили два ящика гранат. Потом морковки, там, смотанные скотчем, и сумку этих патронов уже, ну, рассыпчатый, там, цинк, наверное, два, вот, высыпленок. И все, говорит, повезете, там, вот, начало у нас было 1.0, ну, мы вообще туда должны были, это за железку, и там, .0 у нас, мы должны там были выгрузиться. И потом нам, это, у меня водителя вызвали, сказали, вон там, где Беха, получается, там, как виллы идут, сказали. И вот, типа, все улицы наши, кроме церкви. Говорит, ну, вы до церкви не доезжайте, вы около Бехи все выгружаете и уезжайте. Ну, и все, мы, 25-го числа, получается, в 3 часа ночи встали, хотели по-темному ехать. Нам связисты сказали не ехать никуда, подождите, команда. И вот мы до 5 утра проходили, проходили, потом он говорит, бегом, езжайте. Все, ему поехали. Дальше? Ну, и, получается, я считаю, эту дорогу главную, мы ее поезжаем, и, получается, у меня водитель маленько запутался, и не в объездную, а прямо поехал. Потом, ну, конечно, он выехал, и в объездную. На дорогу выскочили, и началась стрельба. Какая штурм пошел в это время. Мы заезжали, я так понял, я вот сам не знал, что, где Беха стоит, где мы должны выгрузиться, там были наши, сидели. Я вот позывной не помню его. Но это мне уже здесь пацаны рассказывали. Вот, получается, он здесь сидел, и мы должны были ему это все вести. И, получается, когда начал обстрел, мы там под Беху, чуть в Беху не врезались. Получается, между Беха и дом, по середине встали. Я своему водителю, ну, борта скинул, я ключу ему, давай заднюю, ну, типа, уезжаем. Он начинает заднюю включать, квадроцикл орет, гудит, ну, не едет. Ну, что-то она повредилась. И все, и мы, короче, это, за Беху спрятались. И потом АГС по нам начал работать. Там жестко. И мы побежали, там, ну, тоже остерялись. В таких моментах-то не были. И побежали к кирпичам там, это, ну, к стенке. Все, к стенке подбежали. И начал опять АГС работать. И там туда в сторону квадрака. Ба-ба. Ну, у меня напарник говорит, все, говорит, наш квадракухана. Я говорю, давай, валим. И это, в окно прыгнули, там, в здание, ну, в дом. И начала птичка скидывать все там. И мы хотели в другое окошко уже выскочить. Прямо в... А там, допустим, до... Вот это, где две улицы, до туда бежать, ну, километра даже больше. И у меня напарник в окно высовывается. И там начали очередь, это, с пулемета. Уже начали, уже нас начали, что они увидели. Ну, я понял. Все увидели, да, на нас начали штурмовать. Ну, и все, ему получается, между, вот так вот, тут на друга лежим. Вова кричит, говорит, надо сдаваться. Говорит, потому что, ну, он говорит, что у нас, у нас один автомат. У меня даже не заряжен был. И все, он говорит, надо сдаваться. И прям посреди нас такой хлопок был жесткий. У меня так оглушило. И это, я увидел, как вспышка такая. Вспышка, и как будто бы пикарта взорвалась. Я так, хоп, посмотрю, думаю, зацепило меня, нет, начало. И я у напарника спрашиваю, я говорю, ты как? Ну, он говорит, я нормально, ты как? Он говорит, я говорю, нормально. И начали с автомата стрелять. И мне в ногу попало, в кроссовок. Пуля промочила так вот сквозь ботинку прошла, даже пальцы не задела. И я чуть назад отполз, и Вова спрашиваю, ты как? Он говорит, я все, я это 300, в ногу ему. Я начал жгут, начало один жгут ему затягиваю. Я крикнул, мужики, сдаемся. Все, они говорят, автомат выкидывать. Я автомат скинул, и сажуковый побежал. Сам в бонежилете, в каске, начал жгут натягивать ему. Он рвется, он начал тянуть, у нас аптечка же была. У нас даже этого не было, укола, нам не выдали. Турникета нету? Вот у меня было два турникета новых в аптечке. И был обычный жгут. Я начал жгут ему натягивать. Ну, его нужно сильно натягивать, я начал натягивать, он рвется, хотя он новый жгут. Я там кровище, я начал ему турникет накидывать, турникет начал затягивать. Его ж тоже надо затянуть, он рвется. Я второй турникет. Они у нас в это были новые. Я их начал его затягивать, тяну, тяну. Уже чувствовал, я хоп его и зафиксировал. Мужики нас забрали, туда, тут начал обстрел. Наши начали бить. И я вову на себя, а он побольше меня. И мы до ямы добежали, в яму спрыгнули. И там медик подбегает на меня, говорит, ты что хочешь, чтобы он умер? Я говорю, нет. Он говорит, у него кровь идет, и турникет ему не затянул. Я говорю, он рвется. Ну, медик взял, хоп, он реально порвался. Он свой турникет ему поставил. И все. Ну, он целый, он от потери умер. Умер? Да, мы когда пошли, мы должны были до церкви нас довести, ему оказать помощь. У него нога вот так вот висела, ему там перебили эти, ну, пули. У него нога висела. Мы еще палки ему подставили. И шнурками обтянули, чтобы нога хоть маленькая так держалась. И все, и нас, получается, из группы там двое повели. И начался вообще жесткий обстрел, там вообще, фу. Ваши, по-вашему же, валили? По вам? Получается, и там танки, ну, танки, по-моему, наши же, и били, и наши же. Вова мне говорит, наши по нам бьют. Он говорит, потому что, я говорю, точно наши? Он говорит, ну, я-то знаю. Он контактник, это, вообще, он сам обик, ну, контакт служил. Он говорит, это, он говорит, я-то знаю, откуда летит, откуда полеты. И все, и мы, получается, там такая была разбитая, наверное, курятник, ну, кирпичный. Мы под него залезли, там лежали. И получается, где-то часа, часа, не, часа шесть мы там лежали. И он истекал кровью. Он истекал кровью. Мы даже вылезти не могли. Там, получается, напротив нас в подвал забежала группа, которая нас задержала. И это, они выглядывали, у нас еще спрашивали, вы как, нормально? Я говорю, да, типа, нормально. Те они нам воду еще кинули, помню. Потому что Вова очень сильно много пил. И пачку сигарет кинули. И мы лежали, и там, прям, вот рядом, вот, как будто бы они вот знали, что мы там лежим. Я все думаю, вот сейчас попадет туда, это же все. Вова уже лежит, говорит, все, танчики. Я воду стоялся не пить, я ему отдавал. Он говорит, я уже чувствую вкус крови. И все, и получается где-то, а у меня часы еще на мне были. Время было уже шесть, плюс минут, ну, да, часов шесть. Нет, седьмой час уже был. Уже так темно было, и Бэха заехала. Начала Бэха работать. Ваша? Да. Ну, а и, команда же минут, не, минут пять она отработала. А потом что? Ну, все, оно затихло. Ее подбили, на разбили. И все, и мы где-то часов девять уже начали оттуда выдвигаться. Вечером? Да. Целый день? Да, мы целый день, он целый день лежал, вот истекал. И все, я его пытаюсь. А по нам вот, арта, вот, самолеты работали. Потом же, полетают, е-мое. И вот получается. Что сказал последнее слово Вова? Ну, он мне сказал это, он сначала говорил, я чувствую вкус крови. Я говорю, да нет, Вова, нормально все будет, домой приедем. Он говорит, нет, говорит, типа, Фима, я уже домой не поеду. Типа, домой это, к моим съездим. Скажи, что папка был молодцом. Я говорю, ну. А у него еще нога болела, укола же не было у нас. Он только вот так ляжет, то так, то так. Говорит, когда я, допустим, на корточках, говорит, типа, легче. Потом хопа, ложится. Там, я не знаю, как у него. Был бы укол еще другое дело. Ну, вот этот, ну, как, коллиж же этот. А бейсбол. А бейсбол. А нам даже его даже не выдали, этот бейсбол. Вот сколько мы, вот как мы заехали, поехали вообще. У нас же вот этого, вот аптечку нам выдали. Это еще в Омске нам выдали. Вот эту маленькую, там аптечка такая. Там, получается, один турникет, жгут, потом бинт, такой, как он, ну, как он называется-то, правильно, я не знаю даже. Ну и все, там ничего такого нету. Ни укол, ни, ну, ни бейсбола, вообще ничего нет. Но нам вообще сказали, говорит, вам этого нафиг не надо. Говорит, вы не будете там. Я вот свой автомат получил в Белоруссии. Вот мы, когда уезжали с Белоруссии, мы уже кухни зацепили, мы уже их на этот, поставили на поезд, ну, на поезд, все. И, получается, у меня, у нас паспорта забрали с военниками. Зачем? Ну, я не знаю, наверное, билеты брать или что. Это не, чтобы микрофон был ближен. Это, билеты, наверное, брать или что. И, получается, а я еще до этого говорил, что у меня нету автомата. И все, и получается это. У нас военники забрали с паспортами. И потом вечером приносят. Мы уже, как раз, помню, кухни уже, мы уже с этого приехали, где вот эти кухни поставили. Все мне, хоп, военника дают. И дают автомат. Говорит, запомни номер. Я-то думал, будем с автоматом ходить, ну, вообще. Говорит, запомни номер. Я-то хоп, хоп. Я говорю, а что мы с ним не будем? Говорит, ну, тебе он не понадобится. И в ящик положили. Там же мы в Беларуси получили каску и бонежилет. Угу. И все, и вот мы. Вот так, как бы так. Все думали. Они гадали. Так что Путин хочет от нас? Я даже не знаю, что он хочет. Все, ему мало. Своих земель не хватает. Я не знаю, что он хочет, честно. Вообще не знаю, что он задумал, блин. Что у него на уме? Мне кажется, это истребление какое-то. Ну, и как он называется-то правильно? Геноцид. Потому что, ну, столько людей, ё-моё. Столько мобиков, допустим, даже. Рабочих людей вытянул он. Вот, допустим, у меня вот бронь могла даже быть, как сварщик. Я обслуживал дома. Вот, ну. Я не знаю, что он хочет. Наверное, реально народу маленько поубавить своего. Вот просто я вот так вот. Начало как-то так. Я об этом начало не думал. Вот честно, вообще не думал. А потом так думаю, блин, вот реально как-то такое ощущение. Ну, мне жена тоже говорила, он говорит, вас на убой отправляют. Говорит, на мясо. Говорит, это... А что жена вообще? Ну, жена-то вообще она. Говорит, нафиг ты вообще пошёл за этой повесткой. Да я-то думал, я ей жене говорил, я-то думал, что меня не возьмут. Я её ещё успокаивал. Говорит, да кому я нафиг нужен? Как по новостям сказали, беру только СОБы там, кто в точках был горячих. Ну, вот таких. Я ей жену успокаиваю, я говорю, ну а чё? Я говорю, так им у меня какой опыт, какая горячая точка. У ЖД служил. Ну, уже здесь должны войска. Я думал, мне скажут, ты иди в запас там, так же сиди. А то-то хоп, раз туда-сюда. Не, ну ты и так, по сути, не воевал. Да, по сути, да, я не воевал. Ты спетлял, тебе повезло. Мне вообще повезло, да. И жена мне сама говорит, что мне всегда повезло, что. Ещё бы не поехал бы, я вообще был бы отлично. Вот она моя. Алло. Здрасте. Добрый вечер. Знаете меня? Золкин? Да. Угу, смотрела ваш проект. И что скажете? Ну, что сказать? Правду. Ну, какую правду? Непонятная война, кому она нужна и зачем и для чего? Страдают семьи, страдают дети, страдают все. Ну, кто её начал? Ну, не я же. Не, ну, понятно, что не вы. Кто напал на кого? Ну, я ни на кого не нападала. Какая сторона напала на кого? Ну, вы хотите сказать, что, ну, Россия первые шаги сделала на Украину? Я ничего не хочу сказать, я просто спрашиваю, я же вопросом подразумевает ответ. Вопрос такой, кто на кого напал? Ну, я не считаю, что кто-то на кого напал. Я считаю, знаете, моё личное мнение, что у меня вот в моей жизни, какая была ситуация? Жила, была нормальная, обычная, спокойная семья, да? Постучался грёбанный военкомат. И забрал просто, вручил повестку, забрали моего супруга. И год я живу в аду. Понятно. Мой вопрос всё равно по-прежнему такой же. Кто на кого напал? Ну, получается, мы? Ну, вы, вы, ну, как бы... Россия первые шаги? Ну, да. Или нет? Ну, скажем, да, да. А какие варианты, давайте подумаем, ещё какие-то варианты. Я же не хочу из вас что-то вытягивать. Мне интересно, что у вас в голове там. Вы говорите, вы год живёте в аду. Пришёл грёбанный военкомат. Кто этот грёбанный военкомат отправил? К вам домой? Ну, не я же. Ну, не вы, понятно. Фраза, ну, не я. Ну, Владимир Владимирович дал указ. Объявил мобилизацию в России. Да, царь у вас. Да, сказал, мне надо мясо. Ну, и вполне резонный вопрос. А где предыдущая армия, которая была? Ну, знаете, я никогда не следила за армией. Ни за чем, пока я не коснулась. Это мою семью. Понятно. Собственно говоря, вы знаете, какой вопрос должен задать? Какой? Задавайте. Какой? Ну, хотите увидеть мужа или хотите поговорить со своим мужем? Да, дальше. Ну, дальше я не знаю. Если вы хотите поговорить со своим мужем, оккупантом, мне нужно ваше согласие на записи, публикацию разговора. Да, конечно, я согласна. Вы не говорите, где вы находитесь, и вы не говорите, с кем вы находитесь. Вы можете перечислять двухсотых. Да, хорошо. Привет, зайка. Привет. Че ты как, моя сладкая? Все, работа, дом, уроки. Че это, тебе вообще... Ты звонила по поводу меня вообще? Че слышно, моя сладкая? Нет, малыш, я сама нашла твое видео. А, уже нашла? А, ну ты знаешь, да, что я уже это... Да, малыш. Все я знаю. И че, когда обмен будет, не знаешь? Я вообще без понятия, малыш, бьюсь, ну, пишу, созваниваюсь. Я не знаю. Солнце, а это... А ты Паше вообще звонила? Они документы тебе и мои не отправляли в сумку? Нет. Позвони им, скажи, пускай мои документы с сумками-то отправят. Угу. Там у меня и телефоны, и планшет, но планшет у Паши должен быть. Там телефоны мои. Они в Бахмуте остались, у связистов пускай спрашивают, ищутся. А так вот. Так все нормально, зайка. Жду обмена. Ну нафиг. Помнишь, что у нас годовщина-то свадьба была? Да. Так а когда, не помню, зай? 11-го. А 12-го у меня был день рождения. А, 12-го. Ну, спрашивай, что я, зайка. Ой, зайка. Как у вас? Нормально, зайка. Терпим. Нормально здесь все. У нас тоже все потихоньку, работа, дом, школа. Ждем тебя домой. Не знаю. Конечно, это. Надо... А что вообще это? А не слышно про 1307? Что их распустили? Как Паша там? Ну, что они вообще это? Вообще без понятия я ни с кем не общаюсь. Вообще не слышно? Мобиков будут домой отпускать? Нет? У нас там слухи никакие не ходят. Я ничего не слышала. Я просто слушал тут рассказывать, что мобики на второй раз даже в плен попадают. А где твой товарищ Вовка, который с тобой был? К царству ему небесное. Да вот мне одному повезло. И все. Нас просто вот тупо нас, короче, на штурм... Ну как, во время штурма мы поехали. Там штурмовали, а мы поехали. Нас просто вот, езжайте. Мы даже по рации связывались. Линия занята. Просто так бросили и все. Ну вас обменяют. Я вот за Золкиным наблюдаю. Вот как бы... Смотрю. Да главное назад не идти. Оно нормально будет. Побрился? Угу. Не хотел бриться, ну побрился. Что там, как ребятишки? Ну ничего, нормально, на дистанции пока у нас этот... На дистанции сейчас онлайн учимся. Так все потихонечку, помаленечку. Вот. Ждем тебя. Как Лизка, как там Гелька, что у них? Как учеба? Да ничего. Нормально. Вика, там что, сеструха как? Да ничего, нормально. Матушка знает, да, что я тоже это вспомнил? А видео ты как, нашла, да, где-то? Сама нашла, я ночами не спала. Слава богу. Я все, я вот это переживал. Я знал, что где-то должно это. Я нашла его, я нашла его. Я отправила его везде, куда только можно было. Это видео, это видео все в работе. Я не знаю, просто как у вас так происходит с этим обменом? Я тоже не знаю. Сказали, остановился. Раньше был обмен. Наши не хотят менять. Уже, получается, третий или четвертый месяц нет обмена. Не хотят менять нас. Не актуально, я не знаю, что они не хотят менять-то. Ой, это вообще, короче, жесть, Зайка. Ну ничего, надо это... Ну его нафиг. Я очень сильно тебя люблю. Я что-то отозвать. Я тоже. Больше никуда не отпустим. Я сам нафиг больше никуда не пойду. Чувак, будет не так. Будем стараться делать что-то. Это вообще жесть. А так повезло. Честно, повезло вообще. У меня прям бог прям вот так вот провел. Ничего. Я все, блин, тебе хоть спать нормально буду ночью. Ты это... Зайка, тут... Я узнала все. С какого? Девятого. Я, кстати, у меня воду как-то прорвала. Я соседей затопила. А, у нас все равно там это, подвал это. Это, Зайка, ты когда что-то будет, это ясно, ты пиши сюда, там, звони, голосовой отправляй. Тут у нас есть сеанс связи будет, там, как это. Будут передавать там что-то такого. Так все хорошо, Зайка, так что сильно там не нервничайте. Там тоже звони куда-то, там, пускай... Гулиной тоже скажи, что это, ну, нашему этому... Там всем. Пускай тоже вытягивают своего этого... Апостола, блин. Ладно, тут она... Апостол я. Да. Пускай, вот, повезет, вот, домой на Новый год поеду. Домой ты не поедешь, ты пойдешь воевать второй раз. Не, ну, если дадут же, как его? Не дадут. Отдохнуть там, кукуса этой, как... Ты, типа, устал сильно в плену. Читаешь? Нет, ну, а это... Ни, не читаешь? Блин, книжек-то мало, нет? Я какую-нибудь книжку бы интересную. Не попадет он домой. Почему? Да нас опять назад говорят будут отправлять. Да не говорят, а отправляют. Отправляют назад, тут уже были такие. Так что, Зайка, узнавай все, надо к юристу, что-то как-то думать, чтобы, ну, это... Сажу на обмен попасть и сажу как-то это, чтобы что-то делать. Сажа это кто? Сразу, сразу. Сразу. А так, а так, так, так что это... Звони там, Красный Крест, куда еще там звонят. Че там народ-то говорит-то за войну-то? Какой именно народ? Ну, ваш-то народ, рабы. Да я не знаю, у меня работа, дом, дети. Ну, что на работе говорят за войну? На работе? Ну, знаете, кого это не касалось, не все на своей волне. Такое ощущение, что ее вообще нету. Все уехали, а у них там обычная жизнь творится. Кто победит? Я откуда знаю, я же не ясновидящая. Политикой начните интересоваться тогда. Все, прощайтесь. Ладно, зайка, давай, все, целую, люблю тебя. Детей тоже целую. Давай, маме привет передавай, все хорошо. Давай, целую. Давай, целую, люблю. Давай, люблю, зайка. До свидания. Кто победит? Кажется, Украина победит. Че? Украина победит. Че ты так думаешь? Ну, вот, допустим, почему я так думаю, вот, даже вот с нашим командованием возьмем. Возьмем. У нас, вот, допустим, много потерь. Ну, вот, даже вот я вот Клещеевку вот так вот возьму, это вообще там столько потерь. Столько вот, насколько потерь? Ну, больше 200, мне кажется, человек. Я вот, когда мы приехали, мы 21 числа приехали же в Бахмут. Ну. Вот, ну, теперь же как ехать. Я видел много групп завозили в Клещеевку. Ну, там, получается, так, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, ну, по шесть человек, плюс-минус. Вот, раз, шесть человек завезли на точку ноль, хоп, потом еще шесть человек завезли. Получается, по двенадцать человек. Ну, это вот, это, я вот только вот, а за вечер он два раза ездит, допустим. И вот сколько я был, он постоянно ездил, вот у нас этот водитель. А ты выездил людей? Да. А назад? А назад я дня с ней ездил, что? Не, поезжали 200-300. И сколько так? И то поезжало, допустим, сколько я видел, раз, троих 200 и двоих 300 только видел. А вот, которые говорили 300, вот пацаны даже, она говорит, мы там собрать не можем даже. И сколько дней он так возил? Ну, вот пока я, до 25-го. Ну, это сколько дней? Ну, четыре дня. Так и сейчас. Ну, а помимо вот пока меня, пока нас не было, сколько он возил тоже? Сколько контактников завозили? Как наша команда, они говорят, надо будет, мы в Ростов поедем, и что наберем контактников? Он говорит, там же контактников много. Говорит, надо будет, поедем, и что наберем? Так что, я не знаю, у нас просто вот так вот. Чук-чук-чук-чук-чук, как это, как эти мы, получается, в патроне, выстреливаем себя, все. Бах-бах-бах. Я вот даже слышал, вот пацаны, которые, ну, 300, вот их подлечивают и назад. Да. Вот это я знаю, это я слышал. А тебя же даже лечить не надо. Ну, это да. Неохота, конечно, вообще. Да и вариантов-то никак. Сидит, ты такой, неохота вообще, конечно, вообще. Не, ну, вариантов, не, если дальше поваром ехать, другое дело, я бы еще согласен был бы готовить. Да нет, вообще, даже этого неохота. Уже охота дома быть. Я вообще, не знаю даже, у меня слов даже нет. Это, вообще, это, как бы, выбора никакого нет. Совершенно верно, мы про это говорим с самого начала. Вот выбора. Выбора-то у тебя нет. Вот это, вот это самое страшное, что выбора нет. Начинаю от войны. А ну, давай, бери руку свою. Загибай пальцы, сколько раз тебя обманули. Ох. Начинаю с повестки. Раз. Что, это, полгода мы будем, потом, а что мы будем. Загибай. Ну, вот, я уже загнул. Потом, что мы чисто будем, что на передок вообще ездить не будем. На это. С отпуском. Ну, вот, что получается, Клещеев, куда же поехали. Вот. Ну, и вот, что, я четыре раза вот сейчас в плену. Вот, получается, пятый загнул, это, получается, я сейчас поеду на Россию. В Россию, в Россию, и... На Россию, правильно. За чистоту русского языка. И меня назад отправят. Тут не обмануть. Ну, тут, ну, вот, лучше бы обманули, что назад будут отправлять, я бы лучше домой поехал бы. Да, блин, да, блин, я не знаю, у меня слов нет вообще. А теперь возьми руку, вот, ну, кулак, ты мне загибал, а теперь разъебай, где не обманули. Ну, в принципе, я такого-то ничего не видел от них. Ну, мне ничего такого не обещали. Чувствуешь разницу? Ну, да, что-то, да, 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 мне ничего. Не, ну, чтобы платить, да. Ну, деньги – это, допустим, не главное. У меня жена даже, говорит, лучше, как говорится, есть пустые макароны и быть счастливым, и жив, нормально. Я тоже за ними никогда не бежал. Я на работе и зарабатывал нормально, и у меня и шабашки были. Я вот в этом не нуждался никогда. Что сказать, что я из-за денег пошёл? Это не сказать. У меня такой нужды никогда не было. Я плюс и сам зарабатывал, и даже матушке помогал, так бывало. Ну, там, скидывал на день рождения постоянно вот это. Я не знаю. А такого она мне ничего ещё не дала, по сути. Какое у тебя образование? У меня среднее специальное. По специальности? Сварщик, электрогазосварщик. Ну, у меня я, как говорится, вообще в деревне рос. Я, как говорится… А у меня страны твоей сколько? Я не знаю. А моей? Тоже не знаю. Я не задумывался об этом никогда. Ты карту видел вообще моей страны? Нет, я не смотрю. Не знаешь мою страну? Не, ну, карту я видел, но как я в них не заглядывал, не осматривал карты. Большая у меня страна? Наша страна большая или нет? Ну, скажу, большая. Ну, тупой вопрос, потому что ответ – большая или маленькая. По сравнению с твоей родиной? Мне меньше. Намного? Ну, да. Ну, на сколько так? На глаз. В два раза? В три раза? Я не знаю. Ну, мне кажется, ну, раза два-три даже меньше у нас. Ну, здесь вы больше. Ну, в России это больше. Я вот и думаю, нафига он это. Если у нас такая большая страна, зачем нам еще? Хочешь, я тебе покажу? Аватарку, которую видела твоя жена. Что тут написано? Это по-английски. А, это… По-английски. Ну. Это на украинском языке написано. Нет, она не умеет читать. Ну, по-украински. Ты прочитать не будешь? По-украински нет. Там два слова. Да, еще раз прочитай. То би пи***. То би пи***. Вот это моя страна. Синенькая. Ага. Вот что маленькая. Вот у нас тут большая, я не знаю. Нафиг ему кусочек страны, когда у него свои-то. Я вообще в эту политику никогда не вникал даже. Что у этой херни большой пошло не так? Жадность какая-то? Вы 33 раза, вы больше. Вот здесь влезет 33 раза Украина. Жадность, скорее всего, я не знаю. Киев за три дня превратилась в почти два года. Ну, 18 месяцев. Сколько уже? 20 месяцев. Мне кажется, жадность. Просто жадность. Что у вас не так пошло? Что вы нихера не можете сделать? Мне кажется, я не знаю. Я смотрю, тебе понравилась картинка. Не, я просто, не, я думаю, от размера, конечно, нифига. Я не знаю, что у нас не так-то. У нас не хватает, допустим, мне кажется, ну, как правильно называется-то. Мозгов у вас не хватает. Да, вот который... Рабам мозги не нужны. Это доказательство, которое уже доказано всеми тысячами часов бесед с такими, как ты, которые ни хрена ничем не интересуются. И в этом вся и беда. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются к своим землякам, соседям, если хотят. Призывают, что брать с собой на войну или не надо идти. Может быть, надо там тёплые вещи брать какие-то. Если желают. Нет, я лучше скажу, мужики, давайте это... Ну, нафиг эту войну. Я там был. Я увидел, что там творится. Лучше дома быть. С семьёю. Вот так вот попал в плен. И не нужен я сейчас в нашей стране, оказывается. Не хотят нас менять просто, и всё. Так что... Вот так вот как-то. Всё? Всё? Да? Доволен? Ну, доволен? Да? Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Нет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok